В США вступили за таджикистанских гомосексуалистов. Таджикистанские женщины будут обучать так называемой толерантности. Таджикистанских школьников отправили на сбор макулатуры и металлолома. Правозащитная организация Human Rights First призвала госсекретаря США Орекса Тилерсона публично выразить обеспокоенность судьбой ЛГБТ-сообщества в Таджикистане в связи со взятием на оперативный учет людей нетрадиционной сексуальной ориентации. Государственному департаменту нужно заявить во всеуслышание и со всей очевидностью, что он не намерен мириться с нападениями на представителей ЛГБТ в Таджикистане, заявила 17 октября правозащитная организация. Следует отметить, что в последнее время все чаще стали наблюдаться о попытке Запада, в частности США, подвижении идей о свободе сексуальной ориентации в мусульманских регионах постсоветского пространства. Это реализуется в основном посредством финансируемых из американского бюджета средств массовой информации. В городе Худжанд открылась первая школа для женщин по обучению так называемой толерантности, женской эмансипации и другим светским понятиям. Заведение называется «Школа женского лидерства». В нем уже обучается около 20 женщин и девушек, работающих в различных областях и сферах. Как сообщает пресс-служба мэрии Худжанда, первые занятия женщинам-лидерам провели представители комитета по делам женщин и семьи Республики Таджикистан Бихаджал Архимова, почетная гражданка Худжанда и также помогали и другие активистки области. Для каждой группы женщин курсы в данной школе будут проводиться в течение трех месяцев, по завершении которых выпускницы будут удостоены сертификата женщины-лидера. Напомним, что режим Рахмона в последние годы весьма активизировал деятельность в направлении женщин Таджикистана. С одной стороны, власти запрещают ношение исламской одежды и хиджаба. С другой стороны, они навязывают молодому поколению таджикистанок просветительские программы с западной системой ценностей. В связи с этим стоит вспомнить высказывание французского мыслителя XIX века Алексиса де Токфиля. Есть люди, которые стремятся не только к равенству, но и к тождеству мужчины и женщины. Наделяя обоих одними и теми же правами, они возлагают на них одни и те же обязанности. Они хотят, чтобы мужчины и женщины вместе одинаково и трудились, и развлекались. Ясно, что из подобной уравниловки ничего хорошего не выйдет, а приведет все это к обоюдной деградации, к слабым мужчинам и неприличным женщинам. В Ражском районе Республики Таджикистан власти решили привлечь школьников и их родителей для сбора средств в счет оплаты задолженности за аренду учебников путем сбора орехов, шиповника, макулатуры и металлолома. Об этом сообщила журналистам глава отдела народного образования Ражского района Зарина Идиева. Министр образования порекомендовал нам отправить детей на сбор хлопчатника или на сбор урожая картофеля. Мы ответили, что это невозможно. К примеру, хозяйство, вырастившее картошку, собирает урожай своими силами. Тогда он нам посоветовал собирать шиповники и орехи, сказала Идиева. Задолженность школ Ражского района за аренду книг составляет около полумиллиона сомони. Министерство образования и науки Таджикистана выдает школам учебники в аренду на три года. Как пояснили в ведомстве, школами первый год выплачивается 34%, второй и третий год по 33% от стоимости учебника. В целом, в стране, где среднее образование является обязательным и должно финансироваться государством, положение в системе образования, мягко говоря, очень плачевное. Даже несмотря на сообщения в СМИ об открытии очередной новой школы самим Пешвой Милат. Так, в одном из сел Таньол, Джамуата Дахана, города Куляба, где проживает тысяча человек, более 100 школьников обучаются в школе, которая расположена на первом этаже частного дома. Местные жители сетуют на то, что уже 20 лет не могут добиться строительства школы для своих детей. Председатель села Таньол Бозарали Расулов сказал 22 октября в беседе с Радио Азади, что дальше обещание дела не сдвигается. Куда мы только не обращались. Не знаю, почему до сих пор наша просьба не услышана. Неужели наши дети второсортные, говорит он. Учитель школы Нурджон Касимова сообщила, что раньше это здание служило по львым станам фермеров, а с 1991 года в нем располагается школа. Иногда хозяин дома спрашивает, когда начнется строительство новой школы и когда мы съедем. У него дети пока маленькие, поэтому нас еще терпят, говорит она. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok